Мы и они Наглядные наставления по выявлению этнического родства Голова Анфас Славяно-русы Форма 1 Овальный череп Голова славяно-русы, как правило, имеет четко выраженную овальную форму. Нижняя и верхняя части головы приблизительно одинаковы по размеру, что придает ощущение массивности, крепкости, посадки. Еврея Форма 1 Грушевидный череп Голова еврея часто несимметрична. Она ширена в верхней части и по форме напоминает перевернутую грушу. Уширение верхней части и заужение в нижней придает ощущение непрочности посадки. Голова Анфас Славяно-русы Форма 1 Дополнительно Голова славяно-русы может казаться немного вытянутой. Ощущение достигается за счет более легкой конституции человека или более молодого возраста. Сам череп сохраняет правильные овальные формы. Еврея Форма 2 Сильно вытянутый череп Головы евреев и их потомков часто сильно вытянуты. Череп удлинен. Голова Анфас Славяно-русы Форма 2 Круглая голова Наряду со слегка вытянутой, овальной, для славян характерна также круглая форма головы. Однако, при этом голова в плечи не вдавлена, а шея четко обозначена. Еврея Форма 3 Форма 3 Вдавленная в плечи голова Боковые славяно-русы закруглены гармонично переходят в ее верхнюю и затылочную части. Резких переходов не наблюдается. Еврея Сдавленный череп Голова еврея весьма часто вытянута от лобовой части к затылочной. Это создает эффект сплющенности боковой поверхности и резкости ее перехода к лицевой части. Голова Профиль Славяно-русы Круглый контур черепа При виде сбоку голова славяно-русы выглядит посаженной прямо. Контур верхней части головы либо образует полуокружность, либо полуовал. Переход к затылочной части – плавный. Затылок резко не выделен. Еврея Скошенный затылок Контур верхней части головы еврея при виде в профиль имеет четко выделенный плоский участок, который, как правило, слегка наклонен назад. Затылок, небольшой, также оттянут назад и резко обозначен, нависая над шеей. Голова Профиль Славяно-русы Прямоугольность При виде сбоку голова славяно-русы характеризуется четырьмя основными точками, определяющими ее форму, подбородком и точками перехода от олба к верхней поверхности головы, от верхней поверхности к затылку и от затылка к шее. Приводит к ощущению прямоугольности головы. Иногда, голова также напоминает по форме трапецию. Еврея Треугольность В виду обособленности затылочной части, голова еврея при виде сбоку характеризуется только тремя основными точками, подбородком, точкой перехода от олба к верхней поверхности головы и точкой перехода от верхней поверхности, к затылку. Это приводит к ощущению треугольности головы. Голова Профиль Славяно-русы Малый наклон лба При виде сбоку лобовая поверхность выглядит вертикально или с небольшим наклоном назад. Как правило хорошо просматривается точка перехода от олба к верхней части головы. Еврея Скошенный лоб При виде сбоку лобовая поверхность, как правило, отклонена назад. Часто отсутствует или плохо просматривается точка перехода от олба к верхней поверхности головы. В результате лоб выглядит скошенным. Нос Анфас Славяно-русы Тип 1 Классический Классический нос, как правило средней длины, прямой, со средней величины крыльями и не толстой спинкой. Нижние кромки крыльев и кончик носа находятся на одной горизонтальной линии. Еврея Тип 1 Тонкий удлиненный Удлиненный тип носа, с тонкой спинкой и тонким окончанием. В отличие от классического типа славяно-русы, смотри выше, кончик носа уходит глубоко вниз, за горизонтальную линию крыльев. Иногда наблюдается уши линии спинки в области переносицы. Нос Анфас Славяно-русы Тип 2 Широкий Носутка Носутка Типичная для славян форма носа. Характеризуется тонким началом у переносицы, развитыми крыльями и хорошо обозначенным кончиком. Такой нос обычно вогнут в средней своей части. Из-за этого под углом и в профиль напоминает нос утки, смотри нос. Профиль Тип 2 Еврея Тип 2 Нос капли Нос капли Отличается сильным уши линием кончика носа и вытянутостью вниз. В отличие от славянского, носа утки, уши линия кончик носа, а не крылья. Уши линия начинается уже от середины спинки. Кончик уходит вниз, за горизонтальную линию крыльев. Нос Анфас Славяно-русы Тип 3 Узкий Нос с небольшими, слабо выраженными крыльями. Малая величина крыльев создает эффект утолщенной носа. Еврея Тип 3 Широкий Нос широкий, отличается широкими крыльями и вздутым кончиком носа. Расширение начинается уже с середины спинки, а иногда и от переносицы. В отличие от носа капли, кончик носа не опущен вниз, а, либо задран вверх, либо находится на одной линии с нижней кромкой крыльев. Небольшой Выглядит приплюснутым. Родина Африка Нос Профиль Славяно-русы Тип 1 Классический, смотри анфас. При виде в профиль хорошо видно, что спинка носа славяно-русы, как правило, прямая. Никаких искривлений не наблюдается. Еврея Тип 1 Нос-крючок Нос-крючок характеризуется иногда плавным, иногда резким искривлением, начинающимся приблизительно с середины спинки, иногда от переносицы. Искривление усиливается ближе к кончику носа. Нос-дреб при таком типе носа сильно удлинены. По форме напоминает крючок. Нос Профиль Славяно-русы Тип 2 Нос-утка Смотри тип анфас. Нос-утка Отличается хорошо просматривающейся прогнатостью в центральной части спинки и хорошо развитым удлиненным кончиком носа. Относится к классическому славянскому типу. Еврея Тип 2 Нос-клюв Нос-клюв Тип носа с застренным кончиком. Нолдри вытянуты. От еврейского типа 1 отличается меньшей искривленностью и большей остротой. По виду напоминает клюв. Нос Профиль Славяно-русы Тип 3 Прогнутый, смотри анфас. Узкий Небольшой по размеру нос, с малым кончиком. В профиль выглядит немного прогнутым в центральной части спинки. Ноздри хорошо прикрыты. Бывает немного вздернут, но меньше чем, но стуфелька, у евреев. В профиль немного напоминает славянский, но сутку. Еврея Тип 3 Нос-туфелька Нос-туфелька Вогнутый тип носа евреев. В отличие от славянского носа, более вздернут, кончик носа более заострен и более удлинен, а колоноздревая поверхность выражена более сильно. Часто характерен для женщин. Нос Профиль Славяно-русы Тип 4 Удлиненный Тип носа схожий с носом уткой, но отличающийся отсутствием прогнатости в центральной части спинки, а также более острым кончиком носа. Еврея Тип 4 Вздернутый Вздернутый нос, кончик носа задран вверх. Он располагается существенно выше кромки ноздрей. В совокупности с сильно подтянутым основанием верхней губы создает эффект сильной курносости. Нос Вид под углом Славяно-русы Нижняя поверхность носа Нижняя поверхность носа, поверхность вокруг ноздрей не выглядит обособленной. Плавность переходов от боковой поверхности к нижней, а также закругленность кончика носа не выделяют нижнюю носовую поверхность как-либо особо. Еврея Нижняя поверхность носа Тип 3 Резкость перехода от верхней поверхности носа к нижней, вздернутость кончика носа и его заостренность, выделяют, поверхность вокруг ноздрей. Это хорошо заметно глазу при взгляде на человека в полуоборота. Носовая перегородка. Профиль. Славяно-русы. Тип 1. Носовая перегородка славяно-руса как правило прямая. Еврея. Носовая перегородка. Сильное провисание нижней кромки носовой перегородки в центральной ее части характерны особенность евреев. Носовая перегородка при этом имеет форму дуги. Носовая перегородка. Профиль. Славяно-русы. Тип 1 дополнительно. Еще примеры к прямой носовой перегородке славяно-русов. Еврея. Носовая перегородка 2. Другим вариантом носовой перегородки является перегородка с сильным наклоном. Ухо. Анфас. Славяно-русы. Прикрепление мочки. Мочка славяно-русы, как правило, хорошо разработана. Она выглядит отдельной составной частью уха с хорошо просматривающимися очертаниями. Ухо прикрепляется к боковой поверхности лица в основании мочки. Нижняя часть мочки, при этом, визуально обособляется. Еврея. Прикрепление мочки. У многих евреев мочка уха либо отсутствует вообще, либо выражена крайне слабо. В этом случае ухо прикрепляется к боковой поверхности лица в нижней части мочки. Ухо. Анфас. Славяно-русы. Контор уха 1. Ухо славяно-русы при виде ванфас слегка отходит в сторону в верхней своей части и в нижней, в области мочки. Средняя часть уха как бы прижата. Еврея. Контор уха 1. Контор уха еврея часто прямо противоположен контуру славяно-русы. Верхняя и нижняя части уха плотно прижаты к боковой стороне лица, а средняя часть уха заметно отходит в сторону. Ухо. Профиль. Славяно-русы. Мочка. У славяно-русы мочка присутствует всегда. Она хорошо развита и при виде в профиль хорошо просматривается. Еврея. Отсутствие мочки. У евреев часто мочка отсутствует вообще. Ухо. Профиль. Славяно-русы. Прикрепление мочки. Мочка уха славяно-русы хорошо развита. Прикрепляется к боковой стороне лица у своего основания. Заметно провисает. Выглядит обособлен. Еврея. Прикрепление мочки. Прикрепление мочки. У евреев разработанная мочка встречается значительно реже, чем у славяно-русов. Если мочка все же есть, то она, часто, прикрепляется к лицу в своей нижней точке, а не в основании. Это создает эффект вырастания уха непосредственно из щеки. Линия присоединения к лицу хорошо просматривается в виде обособленной. Ухо. Профиль. Славяно-русы. Внешняя кромка уха. Верхняя часть. Верхняя часть внешней кромки уха славяно-руса закруглена, плавно переходит в боковую часть, а та, в свою очередь, плавно переходит в нижнюю. При чистой крови кромка уха не должна содержать никаких утолщений, бугорков или заострений. Еврея. Внешняя кромка уха. Верхняя часть. У евреев очень часто на внешней кромке уха в верхней ее части имеется заострение или хорошо заметны глаза существенные излом, иногда заметны утолщения, иногда бугорок. Ухо. Профиль. Славяно-русы. Внешняя кромка уха. Боковая часть. Боковая часть внешней кромки уха славяно-русы также отличается плавностью линии перехода. Еврея. Внешняя кромка уха. Боковая часть. Боковая часть внешней кромки уха еврея часто оттянута назад или чуть вверх. Это приводит к заметному для глаза уширению этой части угла уха. Ухо. Профиль. Славяно-русы. Угол наклона уха. Ухо славяно-русы при виде в профиль лишь слегка отклонено назад. Еврея. Угол наклона уха. Ухо еврея при виде в профиль бывает весьма существенно отклонено назад. Глаза. Анфас. Славяно-русы. Тип 1. Классические. Глаза славяно-русы находятся на меньшем друг от друга расстоянии, чем глаза еврея. Взгляд направлен в одну точку, хорошо.